Заливка в бак некачественного дизельного топлива может навредить мотору вплоть до полного его выхода из строя. Минимизировать или исключить негативные последствия заправки низкокачественным дизелем помогает специальная автохимия. Присадки в диз топлива, о которых расскажем сегодня. Человеку необходимо принимать в своей жизни для здорового питания витамины. Вы понимаете прекрасно, что без витамин вы прожить можете, но на одних витаминах вы прожить не можете ни в коем случае. Точно так же любые присадки в топливо – это обязательное использование как витамин в двигателе, в топливной системе. И это рекомендуют делать все автопроизводители без исключения. Для достижения необходимого эффекта нужно правильно использовать присадки. Именно так, как указано в инструкции. Особенно следует следить за концентрацией препарата. Ее не рекомендуется превышать, так как это может ухудшить качество топлива. При правильном применении присадок вы достигнете необходимого эффекта. Обеспечите нормальную работу двигателя и защитите себя от лишних расходов. Меняется, во-первых, низкотемпературное свойство фильтруемости и замязания топлива. Это очень важно, особенно в холодный период. То есть даже имея некую смесь летнего топлива, которая всегда чуть-чуть остается в баке, и зимнего, добавляя присадку, вы четко знаете, что у вас топливо не замерзнет. Многие считают, что присадки в действие топлива могут использоваться на постоянной основе. Но сами производители рекомендуют добавлять присадки только в качестве аварийного средства. В тех ситуациях, когда в бак залито топливо низкого качества. Ну и, конечно же, в межсезонье. Нужно понимать, что не стоит лить его постоянно, да, когда именно необходимо применять присадку, когда у вас межсезонье. Когда вы не понимаете, что точно в вашем баке залито, а температура может сегодня резко измениться и стать минусовой. Топливные присадки нужны для каждого дизеля, производимого сегодня. Они могут повысить производительность практически любого топлива на рынке. Так что не бойтесь их использовать. Легкой вам дороги на работу. Том.